Сегодня в Беларуси пошёлся перепис насильництва. Компания протягнется до 30-го кострышника. Отрыманные дадзины будут выкористовываться при плановании экономичных показчиков на наступные 10 годов. Первый день перепису на Гомельшине у материала наших корреспондентов. Ровно в 9 годин ранецы на Гомельшине открылися 85 стационарных переписных участков. У Тымлику 26 в областном центре. В регионе у компании принимают удел около 1800 переписчиков. На участках что день будут дежурить по 2 человеки. Их задача – работать с людьми, які пройдуть сюды для удела у перепису. Я сегодня здесь была в Белтелекоме. Думаю, ну зайду, сделаю дело такое. И всё. И будет для меня уже вопрос решён. Не буду думать, что-то мне ещё надо. Где-то что-то переписаться или ждать на дом. Тоже обстоятельства всякие. Не всегда дома бываешь. Ещё одна махчимость принять уделу перепису – празинтернет. Такий способ оказался вельми запотрабованным. Только за две першые годины интернет-пераписом у Беларуси скорыстались амаль 18 тысяч человек. Пропонуемые пытания особливых проблем не выкликают. Хоть некоторые нюансы у всё-таки есть. Размова уприватности об так званой сельско-господаршей тематыце. Необходно поведомить, кольки на присядибном, тедашном участку рослин и какая хатня живёла есть у приватной господарцы. Перепроверять сдадены не будут. Уся информация строго конфиденциальная. Сельское хозяйство вызывает у них опасения, что какие-то введут потом налоги. То есть мы всем объясняем, всем разъясняем, что для того, чтобы ввести какие-то налоги, перепись не обязательно проводить. То есть это исключительно для нас, для статистиков, эта информация. Если говорить каким-то простым языком, по сути, к тому, что производят предприятия, мы добавим то, что производит население, и получим некую общую цифру вообще по республике о производстве той же сельхозпродукции. А прошать дежурство на участках переписчики пошли наведовать предприемства и объекты социальной сферы. Задача – сустресса с людьми и провести опытания. Сняжана Перлова и Юлия Макаренко – студентки Гомельского Державного Технического Университета. С этой ВНУ в делу компании принимают 164 студенты, причем под час отбора увага зверталась у тымлику на их успеховость. Усё ж таки перепис будет протягиваться о маль месяц, и у ГТШ студенты не будут наведывать занятки. Первый день агульно-республиканского перепису Снежана и Юлия проводят у интернате областной больницы. Покуль, кажут, неких значных проблем не возникает, а леды некоторых проживающих придется пройти снова. Люди реагируют по-разному. Кто-то открывает, кто-то не открывает двери. Мы стараемся до всех достучаться, максимально охватить большее количество людей, чтобы им самим не пришлось переписываться на участках. Так, я думаю, им удобнее будет. Люди открывают, не все, конечно, просто не всех можно сейчас застать дома. Некоторые находятся на работе, но мы будем охватывать всех и ходить уже в другие дни. Мы будем ходить с 4 по 18 и постараемся охватить как можно больше людей. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадокомпания «Гомель».